Вчера воспитанники детского сада, а сегодня первоклашки. В красивых нарядах и с цветами в руках. Главный герой Дня Знаний. Первое сентября для этих детей день особенный. Первый шаг во взрослую жизнь. Говорим, уютный класс. Принимай ладушь на нас. Обещай, не лениться. Будем хорошо учиться. Многим уже не терпится сесть за парты. Позади веселое, беззаботное время и волнительные сборы в школу. Говорят, первое сентября ждали не один год. К школе готовились всей семьей. Основательно. Поздравляю с детьми, поздравляю с взрослым и всем-всем. Я буду хорошо учиться. Я не буду двойки получать. Я люблю школу и буду каждый день учиться. В этом году в Кыргызстане по рок-школу переступили более 160 тысяч первоклассников. Их сопровождали родители, дедушки, бабушки и другие родственники. Сегодня мой сын пошёл в первый класс. Для нас это очень волнительно. Мы рады, что попали в одну из ведущих школ. Но главное не это. Для нас важно, чтобы у наших детей было светлое будущее, чтобы они получили достойное образование. Большую роль в воспитании ребёнка играют учителя. Поэтому мы верим, что в стенах школы наши дети смогут получить хорошие знания и станут выдающимися личностями. Торжественные линейки прошли во всех школах республики и встретили новых учеников яркой красочной программой. Сотни шаров, любимые песни, танцевальные номера. Так в памяти школьников 1 сентября навсегда остаётся как один из важных и прекрасных дней в году. Я очень рада, что школа начинается. Концерт классный. Много чего показали. Спасибо. Школьная форма для всех учащихся остаётся также обязательной. Ранее в Министерстве образования и науки утвердили единый дресс-код – белый верх, тёмный низ. Также ученикам рекомендовано соблюдать масочный режим. Кроме этого, в этом году в расписании всех кыргызстанских школьников появится два новых предмета. «История развития религий и человек, и мир». В этом году у нас одно из преимуществ, что подписан постановлением Кабинета министров государственно-образовательный стандарт школьного общего образования. И там стоят очень грандиозные задачи для системы образования. Это и в области духовно-нравственного развития, в области воспитания детей, формирование мультимедийной правовой грамотности. И совместно с родителями, с учениками, с учителями мы должны решить те задачи, которые ставит государство перед системой образования. Кроме того, Министерство образования отметили, что сегодня, кроме поддержки учителей и их статуса, уделяется большое внимание и обновлению материально-технической базы школ. К примеру, в 88-й столичной школе при поддержке посольства Японии открылся современный компьютерный класс. Ещё 400 школ по всей республике, как добавили в Миноборнауке, будут оснащены компьютерами. Нам сегодня лично присутствовал посол Японии Шигеки Маэда. Он нам открыл компьютерный класс, подарил нашей школе 11 компьютеров и, конечно, будет сотрудничать с нашей школой. Всего в Кыргызстане работает более 2000 муниципальных, государственных и частных школ. В них учатся свыше 1 миллиона школьников. Это практически каждый пятый житель страны. Около 6% детей школьного возраста не посещают уроки в связи с ограниченными возможностями здоровья.